На Урале обиженная на учительницу своего сына мать выложила в соцсети видео с танцующим в неглиже педагогом. Она учила наших детей морали и хорошему поведению, возмутилась жительница Талицы Виктория Лузянина. И хоть сами таличане обличительный порыв в своей землячке не поддержали, ее пост собрал всего 10 комментариев, новость о танцующем бюстгальтере учителя разлетелась по многим СМИ. Вот что рассказала информагентство УРА.РУ сама Виктория Лузянина. Цитата. 1 сентября этого года дали собственный первый класс. Обида у Виктории сохранилась еще с прошлого года. Вот что рассказала газета «Комсомольская правда» одна из знакомых. Полина. Цитата. Мать одного из учеников решила отомстить за плохие оценки. Где она взяла это видео, сами не знаем. Полина говорит, что выкладывала ее когда-то в ТикТок, когда сама еще училась в колледже. Молодая была, дурачилась. Говорит о 23-летней Полине ее товарка. К сожалению, среди учеников и родителей о Полине не самые хорошие отзывы о ее первом годе работы. У нее заторможенная речь, и дети ее плохо понимают. Вы же знаете нынешних детей, продолжает подруга. Чуть что не так, сразу плохой. Если бы мой ребенок учился у Полины, то меня больше бы волновала не ее личная жизнь, а успеваемость сына и как она его учит. Комментариев от самой героини видео журналистам получить не удалось. Сохраняет молчание пока и директор школы, и чиновники Горо-Ноталицы. В принципе, ничего предосудительного в танце девушки нет. Однако в связи с общей тенденцией на возрождение пуританства в нашем обществе, чиновники от образования впрямую требуют от учителей прятать свою личную жизнь. Так, перед началом нового учебного года методист регионального института развития образования Людмила Трубченинова провела отдельный вебинар под названием «Имидж педагога в социальных сетях», где порекомендовала учителям заводить отдельные закрытые страницы в соцсетях, в которых они могли бы похвастаться своим новым платьицем, маникюром или фотографиями из фитнес-зала, рассказывает Урару. Также она настоятельно советовала не вступать в группы и не принимать участие в обсуждении тем, касающихся политики, религии и почему-то отдельно конфликта в Афганистане. Цитата. Первое. Если вы видите, что есть группа, где обсуждают афганские моменты, ни в коем случае в эту группу не вступайте. Не обсуждайте, не дискутируйте, даже если очень хочется. Поговорите об этом на кухне, в своей семье или с друзьями, но ничего не пишите, учила своих коллег ведущая вебинара. Доступные соцсети учителей, по ее мнению, должны быть посвящены профессиональным успехам, а также информации, которая будет полезна ученикам и их родителям. Не знаем, насколько доступна или закрыта страница в ТикТок талицкой учительницы Полины Неупокоевой. Лично нам ее найти не удалось. Не знаем также и об отношении ее учеников к танцам своей учительницы. Возможно, сыну, выложившей это видео в соцсети таличанки, увиденное им в ТикТоке и понравилось, но не понравилось его матери. Судя по странице Полины на сервисе знакомств «Мамба», молодая учительница еще не устроила свою личную жизнь. Возможно, распространившийся в интернете ролик с ней, хотя поможет ей завести новые знакомства, а там, глядишь, и создать семью. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей «Черемета», будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.